всем привет я доф сегодня у меня дребезги разбиты принесли samsung galaxy core plus g350 модель вот я его заднюю крышку снял почти все болты открутил осталось два болта телефончик включается видно ли вам видите да то есть разбитый тачскрин и дисплей сейчас мы с вами попробуем его заменить так раскручиваете телефон все болты одинаковые вот я их почти все скрутил новый смартфон работает работает как обычно на андроиде 42 процесс 1200 герц два ядра достаточно мощность он камера 5 мегапикселей и так достаем батарею сняли болты данная модель открывается достаточно интересно не так как все здесь задняя панель идет вместе с рамкой заодно открываем можно открыть таким вот стоматологическим шпателем засуньте его острие между рамкой и стеклом немного в сторону не вот таким вот образом так по всему периметру сверху разъем дисплея аккуратно открывайте вот этот уголок у нас закусило таким вот образом это у нас задняя рамка убираем в сторону разъем дисплея разъем верхнего модуля достаем плату визуально вроде бы целая после такого сильного удара хотя кто его знает как он поведет себя в работе наша задача заменить дисплей с тачскрином вот у нас разъем тачскрина то есть у нас тачскрин застегивается в дисплей так вот не заказал выглядит новый тачскрин полностью проклеены с обеих сторон с липкой лентой то есть можно не проклеивать его дисплей отдельно вот так же проклеены разъем тачскрина сейчас мы с вами проверим сразу насколько они у нас рабочие так застегиваем разъем тачскрина в шлейф дисплея переворачиваем ставим плату застегиваем плату точнее застегнули таким вот образом у нас все выглядит ставим батарею придерживаем ее включаем телефон вот как минимум экран загорелся galaxy core и плюс ставим тачскрин сейчас мы проверим работает ли он загружаем загружается телефон ждем на 240 евро цена этого смартфона вот я смотрю в интернете и так загрузился телефон признаки жизни есть все отлично честно говоря я думал что то будет не так не так выключаем смартфон уже по нормальному выключили соединяем от платы так давайте посмотрим что у нас здесь снимаем верхний модуль вот этот пластиковые рамки здесь у нас внизу зарядки верхний динамик так давайте прогреем сняли так смотрим снимаем металлическую рамку внизу у нас находится шлейф здесь прогреть нужно обязательно дабы не повредить шлейф дрожьего цвета не оказалось поэтому клиент был предупрежден, что будет стоять белый тачскрин так Аккуратно снимаем. Если не снимается, прогрейте еще. Итак, так вот у нас выглядит дисплейный модуль. Разбитый. Переносим все на рамку. Давайте удалим мусор. Битое стекло. Рамка согнутая немного. Удар будет не лишним, если мы ее выпрямим. Так, удаляем защитный пластик. Давайте, наверное, сразу приклеим. Кстати, раздельный, я думал, склеенный силиконом. Снимаем пластик тачскрина. Дисплея. Мудрился наставить отпечаток пальца. Приклеиваем дисплей. Дисплей. Застегиваем разъем. Ставим рамку. Дисплей будет белым, а кнопка Home будет розовой. Как-то так. Ставим верхний модуль. Ставим верхний модуль. Разъем тачскрина. Ставим верхний модуль. Разъем тачскрина. Ставим верхнюю рамку. Болтов у нас здесь вроде не было. Вставляем верхнюю рамку. Затем верхнюю рамку. Затем верхнюю рамку. Затем верхнюю рамку. в принципе на этом все так несложно недолго минут 10-12 мусусом замену тачскрина с дисплеем интересная конструкция с такими раньше и по моему не встречался новых galaxy чем-то похоже на 5 galaxy вроде все работает так друзья всем спасибо за внимание с вами молдов то у нас была новая модель модель samsung galaxy core плюс j350 всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх или вниз всем спасибо за внимание и удачи